Дом на Заречной-15 в Мегионе сняли с карантина. Это стало настоящим событием для двух сотен человек, которые вынуждены в заперти жили больше двух недель. Все это время бывшее общежитие для города было одним из главных очагов распространения вируса COVID-19. Какие еще послабления произошли в Мегионе, расскажет Кирилл Волконский. Результаты почти у всех жителей дома на наличие в организме новой коронавирусной инфекции сегодня отрицательны. В том числе и у тех, кто напрямую контактировал с заболевшими. Это подтвердила треекратная проверка анализов. Тех, у кого COVID-19 был выявлен ранее, это 11 человек, поместили в инфекционный корпус городской больницы. Прежде чем окончательно снять режим карантина, в доме дважды провели дезинфекцию. Психологически очень сложно. Из-за невыхода на улицу. Элементарно. Что мы не можем сходить нормально в магазин, что не можем выйти, свои дела какие-то определенные сделать. Больше остальных снятия карантина и возможности выйти из дома сегодня радуются дети. Сразу после занятий, они по-прежнему проходят в режиме онлайн, вся детвора на велосипедах и роликах. Так долго проставившись без дела. Взрослые, кто мог, сразу же вышли на работу. По остальным очагам, единичным, которые имеют спорадический характер, меры соблюдаются. То есть там индивидуально в отношении каждого пациента выносится решение не целиком по подъезду. А если приходит, грубо говоря, гипотетически на Иванова, Ивана Ивановича, постановление, у него выявлен коронавирус, то он и соблюдает режим самоизоляции у себя дома непосредственно. Однако до снятия режима самоизоляции в Мегионе еще далеко. Под особым контролем те, кто контактировал с жителями дома во время карантина. Это волонтеры, а также охранники, которые следили за порядком. Работает обсерватор. В нем доктора и медсестры инфекционного корпуса местной больницы. А также турист, недавно вернувшийся домой из Таиланда. Продолжается и мероприятие по недопущению распространения коронавируса. Плюс те, что начали действовать с 12 мая. Продолжаются меры дезинфекционной обработки как очагов, которые были, как я уже сказал, так и меры дезинфекционной обработки общих пространств уличных территорий. Сведение масочного режима на постоянной основе ежедневно. Ежедневно проводится осмотр аптечных пунктов и предприятий по пошиву масок. На сегодняшний день каких-либо затруднений в реализации или в количестве пошитых масок на территории Мегиона нет. Больше 8 тысяч на сегодняшний день находятся на реализации в аптечных пунктах и предприятиях, которые изготавливают. Тем не менее, от некоторых мер, принятых ранее в городе, все же отказались. Учитывая эффективность всех предпринятых мер, то есть снижение количества заболеваний, а также локализация всех бывших очагов, власти города и Роспотребнадзор решили и ликвидировать и пост, который стоял на этой дороге. Однако, если ситуация обострится, он появится здесь вновь. Кирилл Волконский, Александр Титаренко, Вести Югория, Мегион.